Всем огромный привет! В эфире Универ Ньюс, в студии Регина Якупова, сегодня в выпуске. Новый взгляд на старую профессию. В КФУ обсуждают, каким будет учитель в ближайшие 10 лет. Молчаливый убийца в университетской клинике КФУ прошел симпозиум на тему ранней диагностики аневризмы брюшной аорты. Эта коварная болезнь унесла жизни Альберта Эйнштейна и Шарля де Голля. Она протекает почти без симптомов, за что ее называют молчаливым убийцей и бомбой замедленного действия. Речь идет об аневризме брюшной аорты. О том, как выявить заболевание на ранней стадии, рассказали сотрудникам университетской клиники КФУ. Аневризма брюшной аорты – это патологическое расширение самого крупного сосуда в организме. При ее разрыве происходит массивное кровотечение, которое в большинстве случаев приводит к летальному исходу. Это действительно одна из самых опасных болезней в мире. В год регистрируется более 600 тысяч случаев. Ее опасность заключается еще и в том, что аневризма протекает практически без симптомов. Чаще пациент узнают о ней либо в момент разрыва аорты, когда появляется сильная боль в животе, либо недуг случайно диагностируется во время УЗИ. Именно поэтому для врачей-диагностов и терапевтов университетской клиники КФУ провели обучающий тренинг, где им рассказали о том, как обнаружить аневризму на ранней стадии. В первую очередь, чтобы они обращали внимание на прошлые события в жизни человека, связанные с травмами, возможными подъемами тяжести с возникновением острой боли в животе. Это в первую очередь ориентирование ультразвуковых диагностов при исследовании органов брюшной полости на то, чтобы они обращали внимание на состояние крупных магистральных сосудов. Некие такие моменты, клинические симптомы, когда можно пальпаторно определить вот эту аневризму. Дальнейшие исследования у нас направлены на диагностические исследования, то есть направляем пациентов на УЗИ обследования и по показаниям на компьютерную томографию. Также терапевт должен установить, не входит ли больной в группу риска заболевания. В нее входят мужчины старше 55 лет, пациенты с повышенным артериальным давлением, атеросклерозом, лишним весом и различными наследственными заболеваниями. Высокий риск развития аневризмы аорты и у курильщиков. Стоит отметить, что с недавнего времени в университетской клинике проводят эндопротезирование аорты. Это изолирование аневризматического мешка из кровотока с помощью специального устройства. Благодаря такой операции врачи спасли уже 4 жизни. Операция является малотравматичной и высокоэффективной. И летальность, наверное, при данной операции составляет менее 1%. То есть по сравнению с открытой операцией, конечно, это является хорошей альтернативой. Тем не менее, сейчас основная задача врачей университетской клиники – улучшить алгоритм диагностирования болезни. Ведь пациентам, прошедшим лечение неразорвавшейся аневризмы, потребуется меньше реабилитационной терапии. И они восстанавливаются быстрее, чем те, у кого произошел разрыв. Диана Авакян, Руслан Урозаев, Универньюс. Каким будет учитель 21 века? Чему он будет учить, а чему должен научиться сам? Ответы на эти вопросы ищут в Казанском федеральном. Здесь стартовал второй международный форум по педагогическому образованию. Образование сегодня столкнулось с очень серьезными вызовами. И один из них – необходимость пересмотреть подход к подготовке педагогических кадров. Причем над тем, как именно будет выглядеть учитель через 5-10 лет, задумывается и в России, и далеко за ее пределами. В нашей стране одним из флагманов модернизации педагогического образования стал Казанский федеральный. Не случайно КФУ уже второй год подряд собирает экспертов по подготовке учителей со всего мира. И все эти гости – это действительно специалисты в области подготовки учителя. У них есть известные публикации, книги, монографии, статьи, посвященные проблемам подготовки учителя. И им есть что сказать о том, как красиво, как, я бы сказала, правильно готовить учителя. Но в то же время нам тоже есть что сказать. В последние годы в Казанском федеральном университете делается очень многое для того, чтобы изменить подготовку учителя. Одной из ключевых тем форма стали различия подходов к подготовке учителей в разных странах. И многие фармчане поставили себе цель не только поделиться опытом с коллегами, но и почерпнуть что-то новое для себя. Даже если взять российскую и британскую систему подготовки учителей, вы найдете очень много различий. У нас не просто разные подходы, а абсолютно разные философии. Я успел в этом убедиться за годы сотрудничества с учеными Казанского федерального. И знаете, подобные форумы дают возможность познакомиться не только с российским опытом, но и со многими другими. Для нас это бесценно. В Казанском федеральном также открыто для диалога. Ведь, как говорят, учиться никогда не поздно. А значит, и учить тоже. Александр Александров, Роман Самарин, Универньюс. Могучий русский язык изучают и стар, и млад, и иностранцы, и просто гости нашей необъятной страны. Для изучения грамматики языка и обмена культурным наследием в Казань прибыли дипломатические сотрудники Исламской Республики Иран. Об этом далее. Состоялось ознакомительное посещение дипломатических сотрудников Исламской Республики Иран Института международных отношений истории востоковедения. Визит дипломатов прошел с целью изучения русского языка. Представители Иранской Республики на протяжении года будут изучать грамматику языка, письмо и аудирование. Я уже дипломат, я работаю в МИД Ирана, я буду работать в посольстве Ирана в Москве, поэтому нужно изучать русский язык. Гости приехали в Казань впервые и уже посетили Казанский Кремль и ознакомились с учебными лабораториями Казанского федерального университета. Свой выбор города, где будет проходить изучение русского языка, они объясняют спокойным ритмом жизни и доброжелательностью местных жителей. Анастасия Иванова, Руслан Розаев, Универ Ньюз. А сейчас самые интересные, яркие и неожиданные новости в нашей постоянной рубрике Веб Ньюз. В Татарстане появилась электронная доска почета. Электронная доска почета создана с целью повышения престижа государственной гражданской службы и общественного признания заслуг в профессиональной служебной деятельности. В столице Татарстана открылся Казан Саммит-2016. Более тысячи участников из 50 стран прибыли на восьмой международный экономический саммит России и стран-организации исламского сотрудничества «Россия-Исламский мир» – Казан Саммит-2016. Рустам Иниханов опубликовал на своей страничке ВКонтакте красочный ролик о развитии сельскохозяйственной отрасли Татарстана. Отмечается, что сельское хозяйство занимает важную роль в развитии экономики Татарстана. Республика вот уже на протяжении нескольких лет остается в числе лидеров по объему производимой сельскохозяйственной продукции в России. В Казани пройдет выставка декоративных крыс «Яратам». 21 мая в Национальном музее РТ жители и гости из столицы Татарстана смогут увидеть более 80 грызунов редких окрасов и маркировок. Утром 19 мая поступило сообщение о горении кафе на Лебяжьем озере в Кировском районе. Здание деревянное, двухэтажное, размером в плане 30 на 20 метров. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. В КРК «Пирамида» прошел финал 9-го Всероссийского ежегодного студенческого фестиваля «Энергия-рока-2016». Специальным призом за создание рок-оперы была награждена группа «Летучий корабль». В Центральной избирательной комиссии Татарстана продолжает свою работу правовой лектории, посвященной выборам депутатов Государственной Думы Федерального собрания 7-го созыва. На этот раз слушателями лектории стали студенты 3-го курса Института международных отношений, истории и востоковедения Казанского федерального университета. С президентом Международного конгресса по эффективности и совершенствованию образования Михаилом Ширатцем встретился сегодня премьер-министр Республики Татарстана Ильдар Халиков. Встреча состоялась в Доме правительства Республики Татарстан. В ней также приняли участие министры образования и науки Республики Татарстана Эльф Аттахов и ректор КФУ Ильшат Гафуров. Согласитесь, как часто мы рассуждаем о татарской культуре. Но упускаем из вида, пожалуй, самое главное – вопрос о ее сохранении. Ответ на него уже точно знает магистрант Казанского федерального Раиса Имамова. Смотрим. Музыкальный фольклор, социально-культурная деятельность, менеджмент, этнопедагогика – все это изучает магистрант Казанского федерального уже не первый год. Свои знания юная исследовательница собрала в работе, где рассмотрела фольклорный ансамбль как часть просветительской деятельности разных народов. Ее доклад был признан лучшим на 23-й международной научной конференции Ломоносов, проходящей в МГУ. Я изучаю функционирование татарских музыкально-фольклорных ансамблей на территории Волго-Уральского региона. Также для практической части изучаю литературу по социально-культурной деятельности, по музыкальному фольклору, менеджменту, также по этнопедагогике. К слову, что касается практического применения, то в планах у студентки продолжать развивать свой проект, а также включить результаты своей работы в литературу по фольклору и культурологии. В дальнейшем же планируется направить работу в русло менеджмента. Мы с научным руководителем создадим свой проект создания и функционирование татарского музыкального коллектива. Что касается менеджмента, вот как раз таки, как я уже сказала, создание и продвижение своего проекта, своего ансамбля в культурную деятельность Республики Татарстан и в Российской Федерации в том числе. Как отмечено в докладе Раисы, в наши дни крайне необходимо развивать исконную татарскую культуру. Возможно, для этого будут хороши все способы. В частности, проведение фестивалей, конкурсов, которые позволят вызвать и сохранить огромный интерес среди молодого поколения не только Республики, но и всего мира. Аделя Мухаммедшина, Ленар Тавлетьяров, Универньюз. Состоялась церемония награждения студентов почетного батальона 210 по итогам проведения студенческого марша Победы. Прямо сейчас смотрим. 30 апреля в Казанском федеральном университете прошел студенческий марш Победы, посвященный 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В масштабном событии приняли участие студенты не только из Казанского федерального университета, но и представители всех федеральных вузов страны. А это значит, что марш Победы этого года стал событием всероссийского масштаба. За проявленное уважение и активность всех участников почетного батальона наградили благодарственными письмами. Я думаю, что не только к Дню Победы мы должны вспоминать о наших ветеранах и о той победе, которая была нашим народом достигнута, но должны помнить всегда. И это мероприятие показало, что ребята это чувствуют, чувствуют эту память и эту благодарность старшим поколениям. Впервые в этом году в марше приняли участие студенты из Организации службы студенческой безопасности. А с тем Казанского Кремля Победным маршем прошел и бессмертный полк Казанского федерального. Талин смотрел в глаза ветеранов, увидел на их лице слезы радости, горечи и утраты. И просто эмоции переполняли. Парни с гордостью шли по Кремлевской. Было очень здорово. Эмоции до сих пор переполняют. Я уже не первый год выступаю на этом марше и хотелось бы так же продолжать. Уверена, что каждая девочка, смотря американские фильмы о чирлидинге, мечтает также танцевать с помпонами, взлетать в воздух и замечать на себе восхищенные взгляды со стороны противоположного пола. К счастью, в России этот вид спорта не остается в стороне. Подробнее об этом расскажет Адиля Валеева. В рамках фестиваля «Российская студенческая весна» в Казани прошел финал Всероссийского фестиваля студенческой лиги «Чирдэнс Шоу». «Чирдэнс Шоу» – это яркий, сочный и зрелищный фестиваль команд группы поддержки. Этот завораживающий фестиваль собрал лучшие команды России. За звание сильнейших боролись четыре команды из Санкт-Петербурга, одна из Москвы, Ярославля, Кемеровской области и Татарстана. У всех команд был исключительно боевой настрой. Приехали сюда побеждать, мы приехали только за победой, и победа будет за нами. Настрой положительный на победу. Все, мы будем добиваться только этого. Конечно же, настрой боевой, мы хотим выиграть, и это не просто слова. Пока что все на действии, и время покажет результат, и кто как готовился. Все будет видно. У меня сегодня боевой настрой, я настроена на победу. Мы настроены на победу. Соревнования проходили в два этапа. В первом команды представляли ознакомительный танец об их командах. Второй этап был сложнее. Каждая команда подготовила танец под определенную тематику. Мы решили покреативить, сделать что-то доброе и красивое, и сделали сказку о Золушке. Но она у нас не банальная. У нас место феи. У нас военный номер. У нас номер с задумкой, номер с мыслями. Я думаю, он заставит многих людей вообще, в принципе, задуматься о чем-то. И он совсем очень сильно отличается от других номеров. Кардинально. Не секрет, что данный вид спорта пришел в Россию из Америки. И здорово, что с каждым годом черлидинг развивается все больше. На сегодня это все. Друзья, создавайте настроение себе и близким. И больше любите. До скорой встречи.